Знаете, друзья, проблема всех видеосравнений России с Америкой в том, что... Ну, это получается просто какая-то демагогия, типа, вот смотрите, у нас лучше дороги, а там, а у нас все дешевле, и все. Я решил попробовать немного другой подход и рассказать вам именно, чему Россия может научиться у Америки. Все-таки у Америки много чего успешного, и как бы там не пытались на всех убедить, что Америка это враг, которые там столько спит и видят, как Россия не встает с колен. Все-таки, ну, нужно брать какие-то, на мой взгляд, успешные примеры и применять их у себя, а не просто заниматься обычными сравнениями. Поэтому давайте в этом ролике я расскажу вам о пунктах, которые, на мой взгляд, Россия может вполне успешно перенять у Америки, и тогда жизнь в России, на мой взгляд, субъективной, станет намного-намного лучше. Будет интересно, что скажете на это вы. Пишите, если что, в комментариях, если вдруг поддерживаете или не согласны. Всем привет, друзья! Вы на канале «Столица мира». Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный-жирный лайк, уничтожьте кнопку колокольчика, а мы начинаем. Поехали! Наверное, самый очевидный пример, которым наверняка многие восхищаются про Америку, это то, как здесь развита IT-сфера. Вот прямо сейчас вы смотрите это видео на американском YouTube. Скорее всего, вы держите в руках телефон, в котором установлены американские процессоры. Вы пользуетесь вообще интернетом в целом, который тоже появился здесь в Америке. И это очень крутой пример того, что здесь инфраструктура создана таким образом, чтобы вот эти все IT-компании, IT-предприниматели, они развивались. Но за счет чего это происходит? То есть какие факторы вот создали эту обстановку и что нужно сделать в России, чтобы похожая среда родилась и у вас? На самом деле, из развития IT-сферы растет еще и очень много других преимуществ. Взять вот, к примеру, игровую индустрию. Она приносит американскому ВВП 261 миллиард долларов и обеспечивает работой 1,8 миллионов американцев. Все это огромный бустер для экономики. И это приводит к развитию и появлению инфраструктуры для инвестиций. Например, вот у меня с партнерами здесь в LA есть компания по разработке игр в виртуальной реальности. И мы тут без проблем привлекли инвестиции от американских инвесторов. Но про свою компанию я расскажу подробнее в другом выпуске. А в этом я хочу поблагодарить и рассказать о спонсоре этого самого ролика. О мобильной игре Викинги. Знаете, я всегда любил игры, где нужно обустраивать свой город, качать героев. И вот как круто, что мы с вами живем в такое время, когда все это можно делать буквально на своем телефоне в любом месте, где бы вы ни находились. Только вот отличает этих Викингов от всех тех старых игр то, что можно играть вместе с другими игроками, создав свой или вступив в существующий клан. Или можно наоборот соревноваться и воровать друг у друга ресурсы. Но вместе в командах играть все же веселее. Викинги недавно отметили день рождения. И разработчики в честь этого разыгрывают очень крутые и дорогие призы. Вот уже пять лет сотни тысяч кланов бьются за право считаться достойнейшими и лучшими полководцами. Цель у всех одна – власть. Но добьются своего лишь самые упорные. Им достанутся великие богатства и вечная слава. Присоединяйся к миллионам пользователей в игру, что проверено временем и любимо во всем мире. Я вот сам каждый раз, когда запускаю Викингов, могу там заликнуть. Очень уж это затягивает. В этом месяце вы можете присоединиться к нам, играть в Викинги и получить шанс выиграть новые iPhone 11 Pro и MacBook Pro. Условия предельно просты. Чтобы получить iPhone 11 Pro, надо всего-то дойти до 10 уровня дворца до конца октября. А вот MacBook Pro получит тот, кто дойдет до максимального уровня дворца до конца октября среди всех остальных участников. Викинги известны своими конкурсами с ценными призами. И вот лишь малая часть счастливых обладателей призов с прошлых конкурсов. А вообще за 5 лет существования Викингов таких вот счастливчиков уже сотни. Стань одним из них уже в этом месяце. Внимание, друзья! Розыгрыш состоится 3 ноября. Напоминаю, что каждый ваш переход по моим ссылкам помогает мне развивать мой канал. Качайте Викингов именно по моим ссылкам в описании к видео и станьте героями захватывающих событий в мире Викингов. Итак, первый пункт, который, на мой взгляд, прям вот жизненно необходим, если Россия хочет дальше развиваться, что нужно взять у Америки? Это такую сильную децентрализацию и автономию регионов. В Америке каждый штат это по своей сути отдельное государство, которое не обязано подчиняться центральной власти. И самая, на мой взгляд, большая проблема, которая есть в России, это такое сильное смещение богатства и благосостояния в сторону Москвы и там, ну, с какой-то степени еще и Санкт-Петербурга. А дело в том, что бюджет в России формируется таким образом, что все налоги с регионов сначала стекаются в Москву, и там они перераспределяются обратно в регионы. И зачастую регион, который принес много налогов, он получит намного меньше, чем регион, который принес меньше налогов. И это ужасно. То есть это получается абсолютно вся страна работает на Москву. Наверняка, если вы меня смотрите из регионов, вы меня здесь поддержите. Несмотря на то, что я сам всю жизнь прожил в Москве и как бы знаю вот эту разницу, какая жизнь в регионах и какая жизнь в Москве. А в Америке такого нет. Здесь, наоборот, все максимально децентрализовано. Штаты сами собирают налоги, сами их распределяют внутри себя. Большая часть всех налогов, которые собираются регионом, должны оставаться в самом регионе и идти на развитие этого региона. Иначе у людей и даже не будет мотивации платить налоги. Естественно, все будут от них уходить, потому что смысл это делать, если они все равно все идут в Москву. И как бы дороги от этого, то, что я плачу налоги в регионе, они лучше не становятся. В Америке ситуация совсем другая. И это очень сильно поменяет Россию, если будет применено. Следующее, что, на мой взгляд, надо перенять Россию у Америки, это американскую налоговую систему. Я уже снимал видео про американские налоги. Ссылку смотрите в описании. Не буду здесь подробно останавливаться. Да, она прогрессивная, богатые типа платят больше, но тут суть не в этом. Знаете, на мой взгляд, какой главный показатель того, что в России не все нормально? Это то, что самые богатые люди, даже если это заворовавшиеся чиновники, которые там миллиарды просто воруют из бюджета, они все эти деньги, что делают? Вывозят из России. Они покупают за рубежом, на ненавистном им западе, недвижимость. Все их дети ходят в университеты и в школы за рубежом. В России-то ничего не остается. То есть они воруют и все вывозят. То есть это, блин, даже воровство, блин, неэффективное. Что мы посмотрим в Америке? Гениальность американской налоговой системы в том, что если ты миллиардер или миллионер, тебе надо будет заплатить довольно большой объем налогов. То есть там типа, условно говоря, миллион долларов заработал, если это твой личный доход, который вот ты декларируешь, ты несколько сотен, там, ну, 300, по-моему, с чем-то тысяч долларов ты точно отдашь на налоги. Но гениальная налоговая система Америки позволяет тебе списать это на расходы. И по факту из-за того, что здесь такая система, здесь существует целая индустрия услуг VIP уровня. Налоговая система, если ты много зарабатываешь, она мотивирует тебя тратить деньги здесь, в США, на разные услуги. Давать людям работу, инвестировать в бизнес, покупать здания, как делает, например, тот же Трамп. Делать там ремонт, еще что-то показывать по декларациям, как будто бы у тебя убыточный бизнес. Но по факту ты инвестируешь в инфраструктуру и развиваешь страну, потому что, ну, просто так вывести бабки невыгодно. Когда ты это инвестируешь, ты и получаешь плюс себе, что либо бизнес, либо какой-то инструмент, так еще и ты избавляешься от налоговой. То есть, блин, это супергениально. А вот в России такого нет. Поэтому возьмите, если меня смотрит кто-то из правительства, вот Мишустин в налоговой же работал, сделай вот такую же систему в России, это же будет гениально. Ну и еще один момент, последний, это то, что абсолютно каждый американец знает, сколько денег он дает государству в виде налогов. Какая бы ни была зарплата у американца, он всегда знает, сколько налогов у него вычли. Это, на мой взгляд, очень круто, потому что подавляющее большинство людей в России понятия не имеют, сколько налогов они платят. Они продолжают верить, и мне пишут в комментарии вот эти вот вещи, типа, ой, а в Америке платная медицина, а в России она бесплатная. В каком месте в России бесплатная медицина? Вы ее финансируете на свои налоги. В каком месте в России бесплатное среднее образование? Вы это финансируете на свои налоги. Но из-за того, что вы не понимаете, сколько налогов вы платите полностью, то есть не вот эти там 6% по упрощенке или там сколько, 13% по доходу налог. Нет, вы платите больше 40%, особенно если вы работаете в белую на официальной работе. А вот представьте такую ситуацию, если бы врач в больнице получал бы на руки в Москве 100 тысяч рублей, но из этих 100 тысяч рублей ему надо было бы 50 тысяч отдать государству. Тогда бы по-другому бы начали смотреть на все эти расследования о коррупции на заворовавшихся чиновников. Потому что будут понимать, что, блин, это же вот те самые деньги, которые я каждый месяц отдаю. А так как этого не происходит все автоматически, у людей нет вот этого осознания того, что происходит. Поэтому налоговую систему в России надо кардинально менять. Прямым следствием такой вот налоговой системы является третий пункт, который нужно перенять России. Это полная прозрачность органов власти. Потому что вот смотрите, я живу в Глендейле. Глендейл это пригород Лос-Анджелеса и он по сути является отдельным городом. Здесь своя власть, свои законы, все свое отдельное. Так вот здесь всем городом управляет городской совет. Там 5 человек и каждый из них становится мэром через год. То есть вот в этом году один мэр, в следующем году другой мэр. Всех членов городского совета избирают на прямых выборах, которые все жители города идут и голосуют. То есть абсолютно все чиновники, они выбираются народом. И они подотчетны. Если мы зайдем вот на сайт, вот просто посмотрите, это вот бюджет города. Там очень четко видно, откуда какие источники дохода города пришли. Прибыльный вообще город или нет? То есть он в плюсе или в минусе? Живет он в долг или не в долг? На что будут тратиться? Какая будет зарплата там у полицейских? Сколько пойдет там на реновацию какого-нибудь маленького городского парка? Сколько уйдет на ремонт каких-нибудь паркоматов или на замену паркоматов? Абсолютно каждый цент подотчетен. Как это работает? Я плачу налоги, я хочу знать, что они идут правильно. Если вдруг выяснится, что какой-то чиновник купил себе BMW на вот эти деньги, как это делают в некоторых странах, то его просто потом не выберут и он лишится вот той власти, которая у него есть. Поэтому тут все максимально подотчетно. На заседание вот этого городского совета, который управляет городом, можно без проблем прийти. Обычным людям это свободно, абсолютно всех пускают, записи всех заседаний есть онлайн. Можно посмотреть, можно посмотреть, что если какой-то чиновник голосует не так, как он обещал на выборах, то ты просто в следующий раз не отдашь ему голос и он лишится своего поста. Вот так вот это и должно работать. И это суперкруто. Вот эта налоговая система ведет вот к такой вот полной прозрачности власти, а полная прозрачность власти ведет к серьезному снижению уровней коррупции, которые могут быть в стране. И вот просто забавный момент. Из-за, опять же, финансового отчета города, и здесь вот видно схему управления городом, то есть из чего он состоит. И смотрите, слово на самом верху. Знаете, что оно значит? Электорат. Народ. То есть на самом верху вот этой вот управленческой схемы города стоит народ. И только под ним находится уже этот городской совет, где, собственно, мэр и дальше все остальные идут органы. Вот так вот это и должно работать. Потому что именно народ выбирает тех и нанимает на работу людей, которые будут им управлять и платят им зарплату со своих налогов. И имеет полное право требовать с них выполнения своих обязательств и обещаний. Поэтому обязательно, на мой взгляд, России нужно вот эту систему прозрачности во власти и систему выбора всех чиновников на открытых выборах перенимать. Идем дальше, друзья. Что, мне кажется, тоже прям вот критично важно России сделать и перенять у Америки, это такую, как сказать, свободу и идеологию того, что нету никакой единственно верной точки зрения. Как, например, в России происходит какое-то событие. Там, не знаю, Путин встретился там с, не знаю, с президентом Франции, они обсудили какие-то дела, и там после этого Путин сказал и показал им там вот то-то, вот то-то. А все, что там сказал президент Франции, это, типа, фигня и не стоит даже внимания, потому что, типа, он не прав, он, там, прихвостень Запада. Ну, очень утрировано. И все. И как бы телеведущий, который ведет выпуск новостей, он вот только эту точку зрения доносит. Совпадение? Не думаю. Как происходит в Америке? В Америке, например, я не знаю, Дональд Трамп подписал какой-то указ. И вот сначала просто комментируется, что вот Дональд Трамп подписал там указ о запрете каких-то тип виз, допустим, чтобы на время пандемии нельзя эмигрировать. После этого к эфиру в выпуск новостей подключается, там, типа, шесть человек. Каждый со своей точкой зрения. Один говорит, я поддерживаю Дональда Трампа, он правильно сделал, что это запретил. Один довод, второй довод, третий довод. Второй человек говорит, нет, я считаю, он вообще сделал это неправильно. Вот мой довод, один, довод два, довод три. И так вот каждый из этих шести человек, они могут абсолютно разную точку зрения говорить. И в конце нету никакого итога. То есть зрители оставляют как бы самому решать, как смотреть на то или иное событие. И все. При этом все СМИ в Америке, это коммерческие корпорации, целью которой является извлечение прибыли. Они живут на спонсорство, они живут на рекламные там разные интеграции. И они все придерживаются какой-то точки зрения. То есть есть более правого толка. Я уже рассказывал, например, там, Fox News. Они более правые и консервативные. Есть там New York Times или CNN, которые более левые, либеральные. Там Washington Post туда же. Есть Wall Street Journal, который такой тоже более консервативный, но не такой прям сильно как Fox News, они сильно ангажированы Трампом. Очень много точек зрения. И вот ты выбирай не хочу. Почему так происходит? Потому что здесь, во-первых, очень много иммигрантов. Все с разных бэкграундов. Здесь в Америке есть люди, которые суперрелигиозные. Есть которые максимально антирелигиозные. Есть те, которые там, условно, за науку, за прогресс. Есть те, кто там за всякие снадобья, приговоры, гадания по руке и так далее. И это вот все настолько открыто, полный спектр вообще всего, что только можно представить. И ты здесь живешь, и ты реально свободен выбирать любую точку зрения. И это круто, потому что это говорит о том, что ты можешь верить во что угодно, выражать любую точку зрения. Что бы ты ни сказал, здесь там, не знаю, с какого-то CNN могут прям открытым текстом обзывать Трампа и говорить, какой он ужасный президент. И никогда этому журналисту ничего не будет. И человек, который выйдет на улицу в костюме Трампа, я вот был, кстати, на хэллоуинском параде, и там мужик ходил в памперсах огромных и с маской Трампа. Трамп себя ведет, как маленький ребенок. И это нормально. То есть, никогда никто не будет никого за это там арестовывать, что-то предъявлять. Это круто, это ощущение свободы, оно дает максимальное, на мой взгляд, раскрытие вот этого творческого, предпринимательского потенциала здесь. Потому что никто не прав, нету единственно правильной точки зрения. И вот это все вот как-то вот живет в таком вот кипящем постоянно супе, куда постоянно разные ингредиенты сыпятся. И каждый ингредиент сам по себе такой делает. И ты можешь любой выбирать. Хочешь, картошку съешь. Хочешь, там, не нравится картошка, окей, не ешь. Вон там кусок мяса плавает, там, возьми его съешь. И типа всем окей. Не знаю, мне это нравится, на мой взгляд, это супер круто, потому что ты волен выбирать, как делать. Вот, кстати, и именно из-за этого, когда вот в Америке здесь были протесты, черные там протестовали, BLM, все дела, российские СМИ, они транслировали в основном кадры, которые показывали на CNN. А CNN крайне либеральные. Они, как правило, показывали прям такую самую жесть и говорили, что вот все круто, там, да, правильно, там, они делают, черных унижают, они должны там бить магазины. Но CNN, это, короче, не первый канал, это не Россия 24, это не какая-то единственная верная точка зрения. На комы Fox News будет другая точка зрения, на там какой-нибудь NBC другая, на NPR вообще будет третья точка зрения. Но в России все подают под одним боком, типа вот, смотрите, вот так. Но это далеко не так, то есть очень много точек зрения, вы вольны выбирать любую. И это классно. Следующее, что, на мой взгляд, надо России перенять, перестать так сильно ограничивать, блин, свободы людей. Я знаю, это избитая фраза, типа, в Америке люди свободнее. Но это реально так, и я сейчас постараюсь описать, что это значит. В России существуют такие вещи, как, там, регистрация для иностранцев, как прописка для самих же, как бы, жителей, своих же граждан, наличие вообще национального паспорта. То есть человеку нужно зачем-то иметь два паспорта. Один внутри страны, другой для того, чтобы выезжать за границу. Типа, какая в этом логика? Непонятно. Но самое, как бы, жесткое, что вот из-за этого меня бесит, это реально прописка. На самом деле, если почитать вообще историю, откуда это идет, то идет аж с крепостного права. Вся эта прописка, это, то есть вы должны отчитываться чиновнику, как будто вы ему принадлежите, отчитываться о том, где вы живете. Ну, что за бред? И да, в Америке, конечно, тоже это типа есть, но в какой форме это сделано, это обменяет абсолютно всю картину. Тут нет внутреннего паспорта, здесь есть права. Прописки здесь не существуют. Единственный способ государства узнать, где вы живете, это просто по вашему адресу, который у вас на карточке водительских прав или ID находится. Адрес вы предоставляете сами. Если вы переезжаете в другой штат, то вы просто, ну, идете, меняете себе эту карточку. Но вам не нужно постоянно, то есть это вот как-то что-то доказывать, отчитываться. Просто, если вы переезжаете из одного места в другое, внутри одного и того же штата, подаете либо онлайн, либо просто документ отправляете и меняете адрес. То есть там не нужно никуда ходить, не нужно стоять в очередях, то есть все максимально спокойно делается. Нет такого ощущения, что тебе нужно идти там постоянно к чиновнику и говорить о том, чтобы он тебе поменял прописку. То есть здесь вообще пофиг. Сам факт, что в России, блин, принято гордиться московской пропиской. Это же такой бред. Но ведь бред, бред, послушайте. Тебе гордиться, что ты прописан в одном городе, даже если ты там не живешь. Ну, блин, это вот настолько вот, ну, признак, на мой взгляд, недоразвитости, что от этого надо избавляться. Вообще, в Штатах, если вы переедете и не поменяете адрес на своих старых правах, вы просто можете зайти на сайт американской почты, заплатить 5 долларов и все письма, даже от государства, которые будут идти на этот адрес, будут перенаправляться на ваш новый адрес, который вы там ведете. Все онлайн, не надо отчитываться ни перед какими чиновниками. И это круто. Вообще, очень многие американцы, особенно консерваторы, они вообще сторонники той идеи, что надо держаться от государства подальше и не давать им лезть в свою жизнь. И, типа, государство не обязано знать, где я живу. А вот в России, к сожалению, это обязательно. И, блин, существует прям институт прописки. Я не понимаю. И еще обязательно нужно избавляться от обязательной воинской повинности. Потому что, вот, посмотрите на Америку. В Америке нету обязательной военной службы. Здесь профессиональная контрактная армия. И, как видите, она себя чувствует неплохо. В России же нет. Нужно обязательно пойти послужить и, там, не знаю, покрасить заборы и траву. Зачем? Непонятно. Да, в каких-то странах развитых тоже есть обязательная военная служба. Я это знаю. Но, на мой взгляд, именно пример США, он наиболее показательный, что такая огромная страна. Потому что, как говорят, Россия такая огромная страна, без армии нас всех там, это, в кольцо враги уже взяли. И того и гляди нападут без армии. Но, вот, Америка тоже огромная страна. Здесь нету обязательной военной службы. Тем не менее, ее, я уверен, и границы ее под нормальной защитой находятся. И, как бы, все нормально. Никакого кольца врагов вокруг Америки нет. В общем, все эти вещи нужно отменять. Следующее, что, на мой взгляд, надо, чтобы Россия взяла у Америки, это высшее образование. В чем проблема? Я, на самом деле, только вот сейчас, спустя, получается, 10 лет, я в 2010 году поступал в университет и сдавал ЕГЭ. И я только сейчас понимаю, какая же это жесть. То есть, мне было 17 лет. Я в 17 лет должен был выбрать, какие предметы мне нужно сдавать. И эти предметы, они, по сути, определяют мое направление жизни в следующие, там, 4 или 5 лет учебу в университете. То есть, я должен выбрать это направление и идти туда, даже ни разу не занимаясь этим. То есть, просто вот, ну, в теории, мне там, наверное, интересная история, значит, наверное, я буду сдавать историю. Хотя, может быть, мне это на практике и неинтересно. И это очень неправильный подход, потому что это приводит к тому, что подавляющее большинство людей, которые получают в России высшее образование, просто для галочки, потому что надо, типа, родители, ну, как это не поступить? Они не работают по специальности, а если они не работают по специальности, это значит, что они просто так потратили время в университете. Это говорит о том, что с системой высшего образования что-то не так. Как она устроена в Америке? Вы не поступаете в Гарвард, типа, там, в medical school, то есть, вы не поступаете именно, там, в медицину Гарвард или в Гарвард, там, на юридический факультет. Нет, вы просто поступаете в Гарвард. И затем, первые два года, у вас есть, как бы, набор таких базовых предметов, которые вы должны, ну, такие общеобразовательные, которые вы должны взять, чтобы закончить этот курс. Но ваша цель в первые два года брать максимальное количество предметов, ходить на абсолютно все лекции разных направлений, пробовать, чтобы понять, что вам нравится и чем вы хотите заниматься. И в следующие два года вы уже углубляетесь в то направление, которое вам больше нравится. Это здесь называется major. То есть, вы должны выбрать свой major, то есть, основное направление. Но система настолько умная, что они говорят, выбирай не только major, выбери еще и minor, то есть, второстепенное направление. Допустим, тебе понравилось, я не знаю, там, программирование, но, в принципе, тебе было интересно ходить еще и на лекции по экономике и что-то связанное с финансами. Вот ты можешь выбрать major, computer science, то есть, ну, программирование, компьютерные науки, информатика, а minor финансы. Где-то 80% всех предметов, которые ты потом будешь брать, это будет именно в программировании и 20% финансов. Таким образом, у тебя, как бы, двойной такой диплом получится. И это круто, потому что тут дают возможность попробовать и понять, что тебе хочется. Потому что, блин, кто уже закончил университет, вот скажите, глядя вот объективно, нормально ли заставлять ребенка, ну, прям, в прямом смысле, ребенка в 17 лет, там, в 16 лет, ведь раньше кто-то это делает, в 16, да, мне 16 лет было, когда я сдавал ЕГЭ, точно. В 16 лет выбирать направление своей жизни и сдавать по нему экзамены. Это же бред. Поэтому, Россия, вот кто там сейчас министр образования, посмотрите в сторону Гарварда, MIT, Стэнфорда, как работают крупнейшие университеты США, самые крутые, и, кстати, они полностью частные. У нас боятся частного образования, хотя частное образование самое конкурентоспособное вообще в мире. Главное, от коррупции избавиться. Еще, что я бы, наверное, посоветовал поменять в России, это вообще систему полиции. Опять же, система полиции в России, она централизована, здесь она децентрализована, здесь люди, помимо того, что они выбирают в суде, они выбирают там мэра, городской совет, своих представителей, они еще и выбирают шерифов. Шериф — это выборная должность. Шерифы участвуют в выборах, собирают тоже сторонников, агитируют за себя, чтобы голосовать. Люди, голосуя, понимают, что часть бюджета, часть их налогов будет идти на зарплату этого шерифа. Шериф местный, он живет здесь. Вообще здесь именно управление полицией привязано к муниципалитетам. То есть вот в Глендейле, где я живу, здесь свое управление полицией. Если мы отъедем буквально 20 минут, чтобы официально начался Лос-Анджелес, там будет свое управление полицией. И они никак не пересекаются, у них будут разные зарплаты, у них даже обязанности могут быть разные, потому что в Глендейле могут существовать законы, которых нету в Лос-Анджелесе, хотя это буквально 20 минут езды. И это вот все здесь работает. Но помимо того, что это привязано к местности, так еще и все, кто устраиваются в полицию вот того же Глендейла, они должны жить здесь же в Глендейле. То есть это те же самые люди. Они будут защищать своих же соседей. Из-за этого они замотивированы именно сохранять порядок, а не выполнять план нарушений и штрафовать тех, кто превышает скорость. Здесь как бы вообще в принципе для проверки документов не могут остановить вас на автомобиле. За 4 года меня ни разу не останавливали. Если вы, конечно, будете нарушать, вас остановят, но если вы просто едете, для проверки документов никто не будет останавливать. Для проверки, не знаю, иммиграционного статуса, просто для проверки документов человека, который идет на улице, тоже полицейские никогда в жизни не остановят, потому что это имитация работы, а не настоящая работа. Они заинтересованы в сохранении порядка, потому что они здесь живут, здесь у них дома, а стоимость домов, она зависит от того, насколько большой или низкий уровень преступности в этом районе. Поэтому здесь, видите, все друг с другом взаимосвязано, под отчет на народу и еще под присмотром СМИ местных, которые чуть что заметят какой-то косяк, сразу будут на этом фокусироваться, и шериф, который управляет полицией, потеряет свою должность. Поэтому полицию, на мой взгляд, в России тоже надо менять, и американская модель просто шикарная в этом плане. Ну что, вот и все пункты, о которых я хотел поговорить. Очень интересно узнать, ваше мнение согласны вы с этим или нет, может быть есть что добавить. Наверное, Америка этим и удивительно, что здесь настолько много независимости, разрозненности, людей разных взглядов, то, что все распределено, и при этом это все как-то держится в единым целом. Это реально достойно восхищения, на мой взгляд. При этом, мы видим явные результаты, что, вот с чего я начал это видео, что все вот эти продукты, на которых вы сейчас смотрите, тот факт, что вот все эти продукты, они появились здесь, в Америке, это результат не только вот той среды, которая есть, не только, которая позволяет людям раскрывать свой потенциал и развиваться, но это и результат государства, потому что государственная система построена таким образом, что люди, которые приходят в политику и становятся на руководящей должности, они способствуют, в том числе, этому развитию и не вставляют палки в колеса тем, кто делает, совершает какие-то инновации и какую-то технологическую и вообще экономическую революцию в стране. Это классно, потому что вот глобальный пример НАСА, сейчас в Америке активно идет программа по освоению Луны и в 24-м что ли году начнутся первые запуски уже и вместо того, чтобы НАСА, как государственная компания, огромные бюджеты без проблем могла бы получить от государства и начать это разрабатывать, они поняли, что смысл это делать, мы можем сейчас разыграть тендер и дать эти вот проекты, которые нам нужно разработать частным компаниям, таким как SpaceX, Илона Маска, Blue Origin, Джеффа Безоса, другим компаниям, которые, как частные компании, они намного меньше размера, чем НАСА, но они смогут найти креативные решения, потому что им надо, им надо извлекать прибыль, они частные компании, они хотят зарабатывать, и они хотят зарабатывать много и долго, соответственно, они найдут то решение, задачи, которое им поставила НАСА, которое будет максимально эффективным для них, это же гениально, то есть государство способствует тому, чтобы вот эти компании могли развиваться, консультирует их, дает им деньги, блин, это вообще вот, ну, просто гениально, поэтому, собственно, и SpaceX появились, и другие космические компании, на Луну, я уверен, Америка освоит, без вообще каких-либо проблем, не устаю восхищаться, вот этой вот, многообразной, американской системой, все, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца, обязательно поделитесь им с друзьями, нажмите жирный, жирный лайк, если еще этого не сделали, чтобы я видел, что вам видео заходит, чтобы я продолжал снимать дальше, ну и увидимся с вами в следующих роликах, до новых встреч, пока-пока!